Продолжение следует... Ну, давай, громче говори, так поближе к микрофону. Нуждаюсь вашему совету. Давай, громче говори, чтобы я слышал. Громче. Что-то замкнуло. Слышно было? Ну да, громче говори, слушаю. Как лучше бороться с блудными помыслами и пахоти? Да никак. Женить, да и все, если ты уже готовы. А не готов, так что, пастись, замари этого червяка и все. Самое хорошее лекарство это жениться. Павел говорит, лучше, говорит, жениться, чем разжигаться. Просто и понятно. А то там борются, там монахи где-то. Женился и все кончилось. И работай. В три раза больше будешь работать. А кормить, говорит, себя и колорадских жуков. А мне что делать? Я как? Посоветуй это. Погромче. Что именно посоветовать-то? Чувствую еще, наверное, рано. Ну, рано, значит, и не думай об этом. Может, лучше после 30... Тебя сегодня посадили. Ты будешь думать там? Каждый день тебя будут там долбить, бить. Не будешь. А в армию взяли? Что ты в армии жениться же не будешь. То есть таких обстановок очень много. Взяли тебя в плен. Тебе не до этого. Там могут тебя насильно и кастрировать, и что угодно. Но воображением своим подвинь к тебе. Что думать-то? Лишняя еда. Ты убери лишнее. Ты больше возьми Николая Семеновича Лескова, книга. Был такой писатель. И у него там есть книга, называется «Невинной пруденцией». Запиши. Ты считай кое-какую такую классику хорошую. Тебе это сгодится. Видишь как? Вот у телефона сидит у компьютера. У тебя в компьютере должно быть бумажек этих, стопка, и ручек штук 5-6. А ты бегаешь как старик. Нельзя это делать. У меня вот штук 9 лежит. Одна нет. Скорее, вторую хватает. Лесков. Лесков Николай Семенович. Лесков. Невинной пруденцией. Он хотел жениться там, то другое, а она христианка была. Но она ему условия поставила, там залезть в пещеры вверху, а лестницу убрала, и три дня его там держала голодом. А потом тут все наварили кушанье, она сказала, что изберешь ты, постель там где, или кушанье, ну в кашу залез, там горстями берет, а когда опомнился, а ее уже нет, она уехала. Служанка осталась, от нее двойняшек родил. Или крейсерова соната Льва Толстого, тоже очень полезно. Крейсерова соната. Фильм смотрел. О, фильм, да и все там. Там много больше написано. Ну вот это вот запомни. Только так. Пост и молитва, замори это все. Не давай ищи. Я так думаю, может и сейчас не надо. Я бы отца поучиться к нему. Ну, все правильно. Самое правильное не жениться. Остаться одному, заботиться о Господнем. Ну кому, говорит, да но. Если ты постом будешь и работать так, неленивый, тебе не до этого будет. Ты когда дома добредешь и упал. Мужик-то женился один, он в газете пишет-то. А эта вся сладость-радость, говорит, не больше трех лет. А дальше уже все затухает. Но она жалуется и говорит, мужик-то мной не интересуется, на кухне где-то спит. А подруга говорит, ты ему сделай такой сказочный вечер. Надень на себя халат такой, грудь раскрыта, свечи зажги. Он зашел, когда я сработал. О, ты что-то, Наташка, говорит, то ли с катушек съехала. С катушек съехала. Ну, она, ну что, ну поел, присвещая, говорит, а спать пошел на кухню. Я, говорит, полуживой прихожу, ты мне не нужна совсем сейчас. Так, говорит, работа. Тут к концу месяца оврал такой. А она дома-то сидит, ну, ей охота обниматься. Вот и все. Все зависит от тебя. Ей-то легче всего. Энергия-то твоя. Поэтому надо учитывать. Ты молод, старайся не думать, молись. Больше поклонок делай земных. Заглуши это. А так, ну, поговорили и поговорили. Ты истоми тело свое. А ты ничего не делаешь там. Я уж не говорю спортом заниматься. Это надо работу найти. Спорт это совсем уж от нечего делать. И оно как-то легче будет. Тебе не до этого будет. Молод, не молод. Вот я помню, как-то за один день отремонтировал шесть печей. Но мне было... Ну, тридцать лет-то было, не было. Я только за порог зашел, вызвал, упал на пол. И все. Не в саже, не мылся, ничего. И до утра не пошевелился. Намертво. И себя не жалей. Это твоя плоть-то. Усмиряй ее. Она, говорит, требуй свое, а ты давай свое. И скажи, мало ящить, мало пий. Здраво будешь. А она, плоть-то вот эта, начнет по поросящей визжать. Есть хочу. А ты ее укороти. Один святой взял так. Взял, говорит, сосуд такой, как кувшин. С узким горлышком. И сухарей накрошил туда. Вот сколько рука захватит, это на день. Захватил, а кулак-то разжался, он вытащить не может. Ну, давай там двумя пальцами вытаскивать. Ну, сколько взял-то? И все. Конечно, это борьба. Но если не дано, лучше жениться. Законно все и живи. Радуйся, веселяй жену, плоди ребятишек. Чтобы никакой не было ерунды-то. Вот весь ответ. Другого-то вообще лекарства нету. Самое хорошее лекарство – это жениться. Самое крепкое. Павел говорит, лучше, чем думать, разжигаться. Молодость. Все это прогорит. Потом назад обернешься, и почему я не слушался. Вот говорит об этом человек. Ничего нет, это воображение только человек дает себе, и они на этом играют. Играют и соблазняют. Вот хорошее есть житие, я не знаю, ты найдешь. Нет, такая книга называется «Балавариане». Это житие святого Аррама и Асафа в житиях. Он царский был сын, его христианством увлекся. Ну, а царь-то ему соблазнен. Один сказал, говорит, ты девушек поближе поставь, чтобы за ним ухаживали-то. Ну, и они его со всех сторон-то там играют с ним. И одна пленная была царевна, ей подсказали, тебе можем свободу дать, ты только соблазни его. И она говорит, ты со мной побудь, одну ночь переспи только, и я христианкой сделаюсь. Ну, он уже не мог уже, и уснул, уснул, и видит такие хари вокруг него, песи, собачьи морды, свиные рыла. Когда проснулся, а вокруг-то девушки там у царя, царского сына соблазнить-то. А он их не видит, он видит, такая погонь вокруг него, такое зловоние от них идет-то. Но они такие и есть, еще они так пудрятся-то. И все, он на них глядеть даже не стал. Это Бог дал ему вразумление. А когда она законная, голубка, тут тебе и запах приятный, и все будет приятное. Когда законная. А когда вот эта разная там нечистота, оно все смрад один. И святые слышали смрад настоящий. Это такой грех, паскудней которого нет. У тебя ни мозгов не будет, ничего, только наушники на коробочку надеты. Дурь вся будет. Вот памяти нет. Когда начинаешь, я знаю, что он познал женщину до брака, там, или еще что-то, жил блудный. У них всегда какое-то уныние, у них радости жизни никакой нет. А ты благодари Бога, что тебя Бог мужчиной создал. Больше ничего тут. Какой совет тебе дать? Это не так, что я тебя перекрестил бы, и ты не стал думать. Ты будешь думать? Ты воображаешь что-то там. А ничего нету, все то же самое. Вот уговаривают там, надень хиджаб мусульманке. Ну там, мула, какие у них там есть люди. Ты, говорю, тут к нему идешь, а его убили. И тебя в могилу с ним посадили через два дня. Ты оттуда выскочишь, там черви одни. А ты душу готова была заложить за него, тело оголяло, соблазняло его. Одень хиджаб. Видишь, как мусульманки одеты-то они, прилично. На них одно удовольствие посмотреть. Они, когда наталкиваются на наш ролик где, фотографии, говорят, это мусульманок встретили. А которые нас, мусульмане-то, заняты, говорят, да нет, говорят, это православное так одевается. Да нет, православное это плохо, говорят, это голое везде. А тут настоящие мусульманки наши. Вот так. Когда она одета прилично, у тебя и мысли здравые. А когда она голая, у тебя и воображение голое. А это все ерунда. У нас, кстати, мы в армии были, это не женатые. А один был женатый. Он рассказывал, как женился. Говорит, на работе, где бы ни было, у меня, говорит, на обе ничего нету. Приди домой только к жене. А сейчас, говорит, ну уже маленько выразы. Ну вижу, мальчишка. Там это не любовь, а похоть. И больше ничего нету. Воображение-то. Ну ты дальше-то подумаешь. Содержать семью не можешь. Жениться надо раньше. Чтоб пока не испакостился. А то живет, как кобель, бесхвостый. Вот государственный закон разрешает с 18-ти. Ну и женись. Работай. Возьми 2-3 работы. Никто не запрещает. Трасси не можешь. Найди подходящую девицу, чтобы она была верующая. Уважала твоих родителей. Согласия родителей, чтобы было. Ничего в этом нет. А то я в монастырь пойду. Они всю жизнь там борются с плотью своей. И живут друг с другом. Всякие гадости делает, пакости. А то у тебя будет законный, венчанный брак. И она может где-то мучается. И потуши огонь этот. Очень просто. Факел горит. Ну от него загореться. Может куда его? А его, говорит, в воду, в ведро. И все. Вот так и здесь. Все погасло, и огня нет. Да. Бывает. Такой наступает ужас. Некуда деться. Я тебе говорю серьезно. Ты так думаешь. Тебе сколько лет-то? 25. О! Так а что ты думаешь-то? Если никак. Пойди к священнику обязательно посоветуйся. Найди только верующую, смиренную. Я... Хорошо, но... Вопрос. Вот Никита у вас живет. Вот я такой, как он. Ну-ка, Никита. Ну-ка, Никита. Иди. Твой брат зовет тебя. Это мне комплименты, или как это сказано? Привет. Не комплимент, но... Наклонись. Прости, если что-то сказал, но... Как-то по такому вопросу, по развитку, ну такому... Видишь, на половину лицо отрезано. Ты не видишь? Наверное. Да, я вижу. Я похож на него. И учился тогда. И сейчас дать мне жену, чтобы я удержал семью, забеспечивал полностью. Я не смогу никак. А эти блудные помыслики, они мучают. Я понимаю, что, наверное, молод. Вот. И как-то работать, развиваться и удерживаться, вот это меня волнует. Тут мула у этих, у мусульман-то. Ну, православный спрашивает, я говорю, ну какая у вас задача? Да переженить, говорит, их. Главная задача. У них строгий закон это. Поговори с отцом, сам подумай. Если по-другому никак не можешь, так и решай. Но обязательно посоветуйся со священником. Ее надо показать родителям, чтобы увидеть, посмотреть, какая она, мать у нее. Вот мать, она, бывает, дочь похожа, бывает. Если мать такая, ну, не христианка, то и от этой-то может не ждать ничего. Она, если была вольная, то и это будет вольная. Тебе не справиться. Ты больше думай о том законном методе. Я не готов. Не готов, так и не думай, не готов. Зачем? Жениться не готов, а мыслями блудить готов. Это нельзя так. Работать я не могу, не готов. А лопать могу за троих. Так и уменьшить себе там по одному сухарику, по одному пескарику, говорит, на неделю. Все, Андрей, я все сказал, больше ничего нету. Назвал тебе литературу, где считать. Я ж тебя не посылаю там к Февронии, к Петру. Она была авантюрная девка-то, видишь. Вылечит, а одну язвочку оставит. Если не женишься, так и будешь болеть. Она криком кричала, хочу замуж. И он, князь, лишился княжеского звания и женился на простой девке. А теперь они умерли в один день. Да в один день умирают все мыши и крысы. Холод наступил. Это разве знамение какое-то? Жили они хорошо якобы. Ну, то, что она делала, она делала прямо уголовно. Лещит, я не буду лечить. Я даже советовался с юристом. Вот если лещит, и говорит, я тебя вылечу, если ты на мне женишься. Ну, вот куда это годится? А это святые. Петр и Феврония. Почему-то свинью всегда Феврония зовут. Так, еще что? Больше ничего. Еще нету. Выход только один. Перестань думать. Ни картинки, ничего не рассматривай. Глупые всякие. Больше работы, меньше ешь, меньше спи. Сон. Длинный сон и блуд. Они в обнимку идут. Ты сон сократи, чтобы не больше там трех-четырех часов было. Ты молод. Скажи, я могу это, в укрепляющем меня Иисусе. Чего тут за умные какие-то речи давать? Но лучше после тридцати. Чего вы думаете? Лучше после тридцати. Сначала избегается, изгрешится, а потом трепанная тряпка. Женить надо как можно раньше. Закон разрешает с восемнадцать, а есть с шестнадцати. Вот такой и брать. Это самые крепкие браки. А когда оба уже истаскались, там они обязательно... Вот дети от первой жены, от второй. Да от первой блудницы. Какая жена-то? На Б все названы. Все, Андрюша, у меня. Другого я сказать ничего не могу. Это божественный путь. Путь, как Господь указал. Посты, молитвы и женитьба. Бог в помощь тебе. Давай. Не жди тридцати лет. Или прекрати Амур в голове держать-то. Или женись. Но с родительского благословения ее. Ее выведи сюда, поговорю я с ней. Хорошо, спасибо вам. Всего хорошего. Никита тоже, все хорошее. Слава Богу. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...